стрельникова так легко удивить человек в первый раз в девятнадцатом году увидел видео 360 иди в жоп там тоже уже летит там скайдайвинг то там парашют открылся блин я думаю не откроется тепло сегодня градусов 10 наверно что начинаем наш новый квест ежеутренний что-то нам скажешь у нихуя себе ух аж вперед поехала масло густое а ну почти угадал 6 градусов ощущение как будто реально 10 погода обещает быть сегодня надо кавасаки собирать так лень все равно еще ничего не готова нету нету масла нету фильтра а собирать надо сгоняли в евпаторию тренировой себя букву прикупила сейчас рассказывает ужасы нашей современности пиздец блин баба пришла в магазин обуви и взяла обуви в кредит на 18000 ну там не только обувь там она еще купила сумочку себе сумочку уже рюкзак ребенку резиночки косметичку и что-то еще ну там по мелочь а батарейки такое я блин пока выстояла я думаю в шоке как можно 18000 хорошо сумочка не пол похуй похуй 18000 как бы это на хер с ним там любая сумма может быть кредит вот для меня это звучит как девяток яиц в кредит вот честно два килограмма сахара в кредит пакетик чая в кредит вот короче обувь сносится человек все еще будет на этот кредит платить я готов поверить что вот такая прослойка людей наверняка уверена что у нас все нормально стране все просто отлично субботний день самое оно чтобы поковыряться в железе на то он и выходной день чтобы при помощи железа отдохнуть от железа нужен нож нам части привалило привезли китайский мотор после очень умелых рук насколько я успел понять купили его уже именно в таком виде проехал он хуйню и что-то тут случилось с коробкой в общем специалисты большой буквы все это дело разобрали и превратили в металлолом теперь задача все это дело продефектовать умудриться найти сюда коробку это на 169 fm а как известно на эти моторы существует херова гора модификации коробок потому что дело не в моторе о том что 169 fm это такая размытая маркировка которую рисует вообще где только не лень сейчас надо хотя бы бегло посмотреть что тут да как и потихоньку заказывать железки ну что начнем с крышки первый раз вижу чтоб так снимали ну да ладно осталось на уплотнительном кольце висеть все тут особо доебаться не до чего крышка как крышка на следующей неделе надо будет до собирать это счастье на главный канал ротор балансирный вал какого-то хера он черпал здесь оба что-то наверное об коленвал об шатун скорее всего если он крутится также какие да вот след вращается скорее всего между щек тут короче я не знаю что делали эти сука обезьяны ебаные короче так уж поначный паз разъебан это шпоночный паз приводной шестерни по моему этого балансира я плохо знаю этот двигатель ну догадываюсь что именно так что блять вот это я вообще искренне в душе не ебу как так можно было сделать ощущение как будто шпонка вылезла ротор открутился и похуярил конус ебаный магнит на роторе не дает снять срабатывает датчик на телефоне но тут тоже следы есть так ладно балансиром все понятно красиво нарядно хорошо отхуярили ухо ухо крышки промежуточной шестерни стартер как так получилось вообще блять не представляю как можно было добиться у красота вы ломан зуб что тут еще интересного так то больше ничего интересного кроме того что это уже теперь металлолом до один зуб замят что у нас тут системой кикстартера она вроде бы выжила кулиса тут вроде бы тоже все хорошо балансиром определились так есть копирный вал уже хорошо копирный вал даже живой коробка 5 ступка вообще подожди на на 5 ступка очень интересная хуйня первый раз такое вижу вот у нас нейтралка приводная звезда еще поездит вилки 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 живые эти две это это еще тоже до живая а вот у нас и шестерня привода балансира судя по всему очень похожи ну да по модулю зубов сейчас мы это быстро определим вот у нас вторая шестеренка необычно одинакового размера ну да да она вот ведомая шестерня с захуяренным зубом блять еще не представляешь то что можно сука было делать здесь отвертки вставляли в попытке открутить скорее всего если здесь есть такая же херня да вот след на камеру не видать вот след умелых обезьяньих рук так крышка цепи привода насоса масляного далее голова ну плоскость трудничео сальник шпильки через этот сальник не должно попадать масло мимо то есть по шпильке как в большинстве кабовских моторов идет масляная магистраль куда то вопрос куда очень интересно техническое решение и канала я не вижу забавно но сальник здесь не просто так интересно может быть постели там что то как то так корзина кстати fm и fm 2 отличаются типом привода газораспределения если вдруг то не знал без двойки это верхний распредвал какой красивый сальник охуеть блять охуеть нахуй бы вам одеть этот сальник и ссать заставить щуп такой забавный металлический система выжима сцеплением как ты себя здесь чувствуешь в принципе ничего материал конечно сырец пиздец прям видно что сырец летит так себе такие артефакты в литейной форме все это дело отмывать придется впрочем как обычно ничего удивительного что это какой-то номер телефона и автомобиля так самая главная половинка двигателя так что у нас понял защита на ней у нас номер двигателя и тип датчик переключения передач значит есть индикатор передач здесь у нас что-то непонятное почему-то посадка форсунки подшипника похуяренная подшипник живой здесь балансир вращается впереди коленвала крепеж на крепеж смотреть некую так что у нас здесь здесь у нас крышка крышка распредвал распредвал как себя чувствует распредвал в принципе неплохо чувствует противооткатный декомпрессор как на 157 моторе так крышка на роликах как на ебучем ротоксе вот у нас тормоз обгонные муфты противооткатного декомпрессора и там по мелочам цепь натяжитель башмак и успокоитель то есть блять что-то я много наговорил цепь натяжитель ну да башмак и успокоитель все я правильно сказал сцепление что у нас тут со сцеплением больше всего меня интересует вопрос по шестерням не дали тут и им пизды часом сквасом да нет вроде но явно видно мотор еще ни хера не поездил там со слов нового владельца он что-то там тысячи две с половиной всего проехал ему уроки вставили ну впрочем как обычно обезьяны слазят через деревьев узнают про платежную систему осознают ценность денег потом ищут способ эти деньги добыть потом бездумно тратят превращают все подряд в говно этот живой этот живой этот живой короче ухуячили эти ящеры сука коробку что они с ней сделали хер его знает причем коробка где-то в общем технично проебалась вообще ее нету и это впрочем основная сложность в ремонте этого мотора потому что я чувствую придется побегать хорошенько попоискать коробку сюда и коленвал сейчас надо старофировать коленвал отправить пацанам в серпухов нахуя было снимать кольца блять вообще непонятно наверно для проверки даже маслосъемное сняли ну да поршень даже чуть-чуть только закопченный палец с переменным сечением прям как на спортивных массосыклах охуеть не жить для облегчения столько пакетиков ни к чему когда все в масле в общем на этот мотор предстоит найти все барахло и собрать до кучи комплект прокладок коленвал балансир куда я его положил прокладки 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 тоже сразу мусор распредвал можно сюда покласть а ну да балансир здесь коленвал балансир ведомая шестерня балансира хотя в принципе можно рискнуть здоровьем оставить его хотя его бы померить а как его померить хоть ты его померишь он возможно от удара и кривой нам надо греха его лучше поменять чтобы не было потом не ха ха себе так и с коленвалом у нас вот такая вот хуйня и я подозреваю что такая хуйня случилась видите случилось из-за удара балансиром по нижней шейке вот сюда о димон с дубинами припиздил с дубинами припиздил а что ты их поменял стучали да я тогда сказал короче меняй-ка я бы ей поменял на оригинал а понятно ну бросай там куда нравится тут везде срач в общем в общем в общем в общем в общем вам все понятно я думаю даже коты смотрят на вертушку как на грёбанное ископаемое а когда вы последний раз вставляли диски в дисковод у меня например на одном из системников вертушка стоит только для того чтобы дырку затыкать ни один из проводов до нее не дотягивается для того чтобы вставить диск в дисковод ее надо оттуда вынуть и рядом положить настолько часто нужна приблуда оп оп что оно такое давай лапой еще потрогай и ебанько стряхнешь мне диск я тебе лоботомию сделаю хуяк и новый день короче неожиданно что то сегодня прямо хорошо пошло с кавасакой дай бог чтоб с ним все закончилось хорошо успешно я не знаю что то я так переживаю это первый настолько серьезный мой мотор в ремонте хоть мы там ничего особо глобально не делали но я очень переживаю за первый пуск первый пуск для мотора на вкладыше и вообще очень важен я сейчас к своему удивлению обнаружил что в гараже у меня совершенно не грамма нету антифриза сейчас надо поехать купить вернуться и по сути уже пробовать а еще короче лажа вышла с аккумулятором почему то не знаю в общем мотоцикл пригнали вы сами помните когда хуй знает когда и она полежала-полежала постояла-постояла короче и аккумулятор решил короче такой а умру-ка я а то хули я как лох и умер хозяин говорит что он гелевый попробуем его сейчас короче толкнуть снизу но вообще толкнуть аккумулятор который упал ниже 9 вольт это на моей памяти ни одного успешного эксперимента у любого технаря в жизни бывает всего два волнительных момента первое это секс с женщиной второе это первый пуск более или менее серьезного мотора в его мастерской сука это был сейчас целый квест первые 20 минут я ходил и думал какого хера блять не работает шаговый двигатель управление мощностным клапаном вторичными дросселями не включается насос ходил-ходил-ходил-ходил а потом думаю блять я долбоеб это пиздец конечно блок то управления на пластике которого нету закреплен и разъем отсоединен разумеется пошел блять выковыривал его с пластика повесил о зашевелилось что-то там затарахтело короче ну и самое главное как бы самое самое главное в ремонте это первый пуск как он произойдет поставил аккумулятор аккумулятор блять который стоит на зарядını мертвым на зарядках надплет поставил свой с бургмана старай он сделал так насос и все и кончился подкинул еще один аккумулятор параллельно уже насос качает для шаговые двигателя бегают нихуя не заводится не хватает мощности ходил 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 думать где же взять аккумулятор аккумулятор вообще в этом мастерской это такая штука что она нужна раз в жизни раз в полгода от того что она раз полгода надо нового обычно короче сдыхает что собственно произошло с этим аккумулятором с этим аккумулятором смотри этим аккумулятором сундука блять его каждый раз заряжал 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 чтобы он заряжен и стоял 2 пизды умерло все короче потом такой сука блять ёбаный в срак у меня же пусковой блять устройство есть ёб твою мать блять больше мне его подарили знаете вот вот прям ебать отдал боево нашу меня есть короче где-то на лежала такая радость была просто и болница вот как корабля револьтер силовой механизм находится вот здесь в этой коробочке преобразователь покрутил покрутил короче покрутилась один раз пукнула еще раз покрутил еще раз пукнула думаю ну надо чуть-чуть газюли добавить завел блять с горем пополам масло по каналам попиздила попиздила все вроде хорошо работает сейчас короче над собирать и наконец-то будет контенте шка на главный каналишка прям тут 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 не хочется нихуя запороть человеку да и вообще принципе не хочется попасть на какие-то запчасти внешне такой чтобы я типа то хуй его знает под зад ногой до свидания деньги в карман и попиздил если какие-то лаги случаются то приходится доставать блять кровно заработанные блять и устранять свои собственные бака на этого совсем не хотелось ну слава богу все работает услышите и увидите на главном канале юрчик который нам пилу подарил опять привез нам этот как это блять ребус вот он его не завел ну так потому что вода попала где-то сейчас вода обсохла там по моему бензина нет да но он так предположил и потому что он ехал говорит на кочках я едет а породной дороге горит начинает голову я думаю этим нет там там нет вот туда ну фуэль ну я фуэль делал он не делает и удерж ключ когнутых это вну ключ там может нажать надо ты просто очень сильный монет ну да вот почему он его не завел и забись короче ехал 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 а потом нес на себе по говну мопед весь в говне блин я его там ножичком чистил его короче чтоб он он хотя бы катился там такие залежи сейчас все ручки в говне видать там ковырялся пытался его что-то там завести весь испачкался смета чего нет ни хера ну короче тут надо с пластиком граться а что ты вышли ты будешь паять не знаю наверно буду он попросил это все сделать вот бывший ты 3 тренироваться так и будешь будем балбесом там кстати спрашивают ты когда свой тостер заваришь тостер вот этот белый тостер еду симферополь и просто охреневаю раньше мы ездили за вот этими блоками справа там была дорога причем сравнительно недавно и сейчас вот по новой еду короче там даже там дороги нет вообще как будто и вообще никогда не было вообще в пух и прах все разнесли причем с такой скоростью что я сейчас еду и вообще просто его хуй ни хера себе масштабы ни хуя себе американские горки как это я блять лук не ем ты чё вообще охерела что ли там он красный сейчас горит я сейчас буду жрать давай 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 это уметь сука армяне делать шашлык ну тебе ладно на все равно я с тобой целоваться буду понял короче пацаны действия на ленгерском рынке в симферополе шашлык делают сука просто охуенный или это я такой голодный не на мясо реально мягко очень называется шашлычная лавка вот это все счастье вот это 500 550 рублей ну да без того что мы уже сожрали это пиздец соусом вязаном прям справа делают прям там пекут горячий хлеб прям вот знаете как вот его его сжимаешь он такой делает такой хрустит это это пиздец вон там да сзади у нас лежит короче 30 рублей ругляшка хлеба вообще нихуя на дорогу смотри сука я так согласен жить короче вот смотрите хлебушек не нет и давай это он уже чуть подостыл просто машине полежал а там вот прям вот с пылу с жару просто сука вот такая вот хуйня 30 рублей это были на стоимость обычного магазинного хлеба хуяк и новый день просто до сашки барахлища отвести голду собрать я тем временем сейчас буду вилку делать на голду а там вилка очень интересная сука я вспомнил что я хотел взять блять придется еще раз ехать ладно как я уже говорил я никогда не повторяюсь я просто не помню говорил я вчера про подшипники или нет но для вас это две минуты назад если говорю да я знаю что не пристегнут и очень интересная ситуация с подшипниками на голду там идет 32 005 и 32 006 подшипники насколько я помню и вот тот который 32 005 идет с под модификации дробь 26 потому что 32 005 это внутренний диаметр вообще 25 дробь 26 это внутренний диаметр 26 то есть по траверсе у голды у полторашки нижний подшипник внутренний 30 а еще верхний внутренний 26 да ладно хуй с ним короче целая киноэпопея это хорошо что есть такой магазин подшипника как симферополе блять заебали сука звонить нахуй так взял два штуки знаешь сколько пара подшипников на рулевку стоит оригинальных японских что-то три с чем-то ну это ж не оригинал это блять японские сука подшипники ну да да я понял я понял что ты понял я я прям прочувствовал весь твой сарказм так вот тебе кладу на правую подножку очень даже может быть питание я все попроверил для всех у меня тут приходит ну тут есть чуть-чуть там масса немножко но она все равно питается и здесь и все там предохранители короче вот это мы делаем по ходу пиздец надо бы подключиться к ее линейному входу от магнитофона и послушать если там вообще вот видишь как сделано вот что от него выходит все пиздец ну такой типичный голдоводовский колхоз вот видишь вот они выходы шли на динамики с магнитофона они то есть через линию получается запитали на усилителя с усилителя уже разбросили на динамике видишь как она идет хуяк и вон колодки вот так товарищи выглядит преимущественно каждая вторая голда если снять с нею снять пластик то есть вот та которая светится громче всех вот у нее этот этот пиздец просто километрами там намотан внутри так сука я запиздился и не привез тебе фомки один хуй мне сейчас к тебе ехать а нет подшипник греть нижний внутреннюю обойму чтоб не шарашить по нему молотком а просто забросить его туда нижний траверсы внутреннюю обойму нижнего подшипника зачем обойму греть если у нас там само телом заебал внутреннюю которая блять на траверсе которые съемниками снимал для чего греть она расширится ты как установишь объясни мне ну как разогреть вот эту колонку саму какую саша внутреннюю обойму внутреннюю обойму подшипника саша внутреннюю обойму подшипника блять подшипники две обоймы понял слава богу ёбаный в сраку бы хочешь закинуть а я тебе что блять только что сказал сука ты мне мозги творишь это не я тебя парит они у тебя сами уже блять без меня что-то барахлят с утра пораньше да вот такое вот состояние перьев нам надо свет выключить чтобы весь пиздец ощутить совершенно нормальное состояние перьев у голды поскольку они все нахуй закрыты всякими кожухами и тому такой вот пиздец всегда даже у чистой голды сейчас мы это дело отмоем охуенно на реакция идет сейчас это еще тоже забрызгаем пускай откисает и потом займемся с горем пополам перетрес эти два пера с горем пополам потому что даже опытные голдоводы сказали что блять поскольку у нас модификации с е то у нее там свои перья вообще перья бывает четыре типа и я когда начал свой федоник вам беседовать но так достаточно продвинут в голдах валькирия но интересуется парень я ему начал фотки присылать всего этого пиздеца он такой а что блять так можно было что ли нахуй то есть тут тут такой пиздец внутри то есть тут вот взяли четыре вилки все разных разобрали высыпали в один чай вот так вот поделали поделали потом первые запчасти которые в руку попадали туда поставили как это работает ху его знает но как то работает блять в общем совместными усилиями мы пришли консенсусу о том что будем собирать как есть обратно потому что других вариантов у нас нету в нашем случае это что-то среднее между с е и интерстейт короче судя по самому мотоциклу это должна быть пневмо вилка но когда я ему показал что мы не 2 вот таких пробки блять ну охуение человека передать было сложно исходя из того что внутри этой вилки то есть внутрянка вилки такого что это должна быть пневмо вилка но хуй блять нахуй в общем короче в тупике все я в том числе я когда начал листать мануалы микрофиши короче курить всю эту хуйню я еще еще меньше стал понимать чем до этого одну только радует что как бы ну хотя бы то что я заказал подошло то есть я туда поставил она встала а вот как она будет работать я вообще искренне в душе не ебу короче пиздец это будет самый бесполезный мануал на главном канале поскольку вот такая вилка она одна в своем роде блять